Сегодня расскажу вам, как при помощи обычного аккумулятора можно закипятить чайку на природе и уедете ли вы после этого домой. Можно ли накачать от аккумулятора 4 колеса диаметром 16 дюймов, а также что станет с бюджетным аккумулятором после месяца нахождения в морозильной камере. Краткое предисловие. Волею судьбы у меня оказалось 3 аккумулятора от прямого поставщика аккумуляторов и шин на рынок Беларуси компании Rimbat. Давайте договоримся сразу. Для тех, кто думает, что мне заплатили или я имею некую выгоду, что это реклама, просто выключайте это видео, спорить с вами, я думаю, бесполезно. Для всех остальных у меня с компанией Rimbat только одна договоренность, что у меня на канале будет видео про аккумуляторы. А вот какое и в каком ключе, в положительном или нет, смотрите дальше. Итак, настоятельно рекомендую посмотреть первое видео, чтобы сильно не повторяться, а мы идем дальше. Что мы имеем? Три аккумулятора с технологией EFB. Гладиатор на 60 Ач, Кайнар на 70 Ач и Омега на 65 Ач. Все три аккумулятора 21 день пролежали в багажнике на холоде. Ну, как на холоде. Зима была нестабильной и нехолодной. Днем небольшой плюс, иногда небольшой минус, ночью до минус 15 и то не всегда. Одним словом, так себе испытание. Да и все аккумуляторы с ним справились на ура. А напряжение просело незначительно. Так что зимний тест 2021, к сожалению, нас не сильно порадовал. Ну ничего, будем ждать 2022 года. Идем дальше. К сожалению, Кайнар дальше в испытаниях принимать участие не будет по техническим причинам. И причина проста. Мне нужно на чем-то ездить. Так что я установил его в свой автомобиль, дизельный Peugeot 308 с мотором 1.6. И через какой-то период времени будут результаты, назовем это ресурсными испытаниями. Как-то так. Ладно, не зимой единой, как говорится. Все знают, что если нужно накачать колесо компрессором, то рекомендуется это делать на заведенном автомобиле. Потому что нагрузка достаточно большая и можно разрядить аккумулятор. Как вы думаете, сколько колес можно накачать от одного аккумулятора? Сейчас покажу. Заряжаем наш Омега на 65 Ач и приступаем. Чтобы было еще интереснее, температура за бортом отрицательная. Минус 9 градусов. Приступим. В качестве пациента возьмем Рено Дастер на 16 резине. Первое колесо. Второе. Третье. Четвертое. Неплохо, конечно, но на этом мы не остановимся. Возьмем мой любимый пыжик. Такая же ситуация. 16 резина. Спускаем все в ноль. Качаем. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. Честно говоря, я не думал, что прыти от одного аккумулятора хватит настолько, но мы все равно на этом не остановимся. Следующий автомобиль. Итого 12 накачанных колес. Кому интересно, компрессор-агрессор АГР-35Л. Его обзор есть у меня на канале. Переходим по ссылке и смотрим. Хотелось бы закончить данный тест не на автомобиле. Встречайте. Мотоблок Зубар 660. На прицепе стоят пятнашки, а на самом мотоблоке, честно говоря, я не помню. Не важно. Важно то, что аккумулятор от одного заряда с легкостью накачал 12 шестнадцатых колес, две пятнашки и две шины, может, тринадцатых, не знаю. И парадокс в том, что аккумулятор я разрядил почти в ноль, до 12,1 вольта. Но если убрать нагрузку, то напряжение все же растет. Вот, то есть, он прям не совсем уж и мертв, что не может не радовать. Случайно заметил в магазине кипятильник для автомобилей. Кипятильник. Для автомобилей. Не совсем понятно зачем, но да ладно. Давайте и проверим, сколько литров воды можно закипятить таким кипятильником. И чтобы сильно вас не напрягать и не мучить, мои эксперименты по нагреву пол-литровой банки одним аккумулятором заняли 60 минут. Больше часа и ничего. Максимум по температуре, что мне удалось добиться, это 88 градусов, да и то у поверхности воды. Если все перемешать, то температура воды будет порядка 70 градусов. Напряжение на аккумуляторе по итогу под нагрузкой было 12,18 вольта. Это после часа издевательств. Провода на этом китайском кипятильнике были на пределе. Воняли паленой резиной, да и по температуре рукой держать их было некомфортно. Но тем не менее, вода не закипела, провода не загорелись, а аккумулятор не разрядился в ноль. И тут я решил, что пора бы провести какой-то человеческий тест. То есть, чтобы результат был хоть как-то применим к реальности, на практике. Помните про зимние тесты в багажнике в начале видео? Раз уж не получилось заморозить аккумуляторы зимой, попробуем сделать это правильно, летом. Благо на помощь пришел холодильник. К сожалению, Атлант больше минус 18 не холодит, но на помощь пришел Самсунг. Благо там можно выставить минус 23. В целом, для большинства регионов России, Беларуси, Украины вполне себе среднестатистическая зима. Да, это не рекордные температуры, но тем не менее. Ближе к делу. У нас есть холодильник, аккумулятор и два месяца на испытание. Морозильник маленький и два аккумулятора туда сразу не влезут. Так что сначала заморозим Омегу, а потом Гладиатор. И посмотрим, что будет. Итак, Омега, полностью заряжен, напряжение 12,88 вольта. Ждем 10 дней и смотрим, что изменилось. Двенадцать целых восемьдесят один. Еще 10 дней. Двенадцать целых и восемьдесятых. Тридцать дней в сумме, двенадцать целых и снова восемьдесятых. Это прямо отличный результат. Но в предвкушении гневных комментариев, чтобы во всех этих замерах и тестах был хоть какой-то практический смысл, я захватил с собой нагрузочную вилку. Не самый точный прибор, но тем не менее. Итак, месяц в холодильнике и под нагрузкой аккумулятор выдает чуть меньше десяти вольт. Где-то девять целых семь десятых. Смотрим по таблице. Аккумулятор почти заряжен, примерно на восемьдесят процентов. Честно говоря, результаты тестов меня немного удивили. Может я что-то делал не так, но месяц при температуре минус двадцать три, аккумулятор практически не разрядился. Ладно, Омега вроде крепкий. Посмотрим, оправдает ли свое название гладиатор. Те же условия. Напряжение на старте 12,8, минус 23 градуса, ждем месяц. Ну что ж, вот он результат. Двенадцать целых семьдесят одна сотая. Пробуем нагрузочную вилку. Девять целых пять десятых вольта. Это примерно семьдесят процентов. Чуть похуже, чем у Омеги. Откровенно говоря, для меня, как для дилетанта, результаты кажутся уж слишком хорошими. Но как есть. Ладно. Как говорится, вишенка на торте. Добрые люди дали попользоваться чудо-прибором. Вот давайте сейчас и посмотрим, что изменилось с аккумуляторами практически за год эксплуатации и тестов. Повторюсь, в первом видео я делал, так сказать, стартовые замеры, когда аккумуляторы были абсолютно новые. Гладиатор. Примерно четыре месяца стоял на Рено Дастер. Короткие поездки до дачи и обратно. По катушке по грибам и ягодам, рыбалкам и вот все такое. Еще три месяца использовался как переносной источник питания. Лодку накачать, отец любитель рыбалки, детские бассейны, несколько раз колеса подкачивались, ну и месяц в морозилке. Напряжение на новом аккумуляторе было 12,87, стало 12,61. Пусковой ток был 582, стал 506. Дальше. Омега. По эксплуатации примерно то же самое, что и гладиатор. С начала года отец ездил именно на Омеге, а потом на гладиаторе. Так что Омега застала кусочек зимы. Плюс к этому тесты на компрессоре и тесты на кипятильнике. Смотрим, что стало с аккумулятором. Напряжение на заряженном аккумуляторе было 13,12 вольта, стало 12,71. Пусковой ток был 805, стал 690. И Кайнар. Да, он не особо-то и участвовал в тестах и испытаниях, просто потому, что мне нужно было на чем-то ездить. Так что из режимов эксплуатации у него лишь поездки по городу, очень часто короткие. Зимой он запитывал предпусковой подогреватель двигателя, в простонародье Vibasto. Тоже есть видео на канале, посмотрите, кому интересно. Правда, там Vibasto была еще установлена на моем старом автомобиле, но не суть. Весной и осенью при запуске двигателя на Peugeot сразу включается электротен, чтобы дул теплый воздух. Плюс система старт-стоп. Это я все к тому, что аккумулятор, пускай и недолго, но он тоже работал. Электроники в машине много, и в целом аккумулятор достаточно нагружен. Потому что пользуюсь автомобилем практически ежедневно. К тому же и поездки, постоянно короткие, городские, еще и с Vibasto, то есть регулярный недозаряд. Что по замерам через 9 месяцев. Напряжение на заряженном аккумуляторе было 13,06, стало 12,85. Пусковой ток был 749, стал 625. Заключение. Я ни в коем случае ни на что не претендую, и это видео можно рассматривать как познавательно-развлекательное, но практически за год достаточно интенсивного использования глазиатор. Напряжение просело на 3% от начального и все еще соответствует заявленному. Пусковой ток просел на 16% от заявленного и составляет 506 Ампер вместо 600. Кайнар. Напряжение просело на 2%, но все еще достаточно высокое, а пусковой ток уменьшился на 11% от заявленного производителем и на данный момент составляет 625 вместо 700 Ампер и Омега. Напомню, над ним я издевался больше всех. Напряжение просело на 4% от первоначального, а пусковой ток до сих пор не просел от номинального. То есть в начале тестов, в начале 2021 года ток был 805 Ампер, сейчас пусковой ток 690, а производитель заявляет, что должно быть 650. И это очень хороший результат, как по мне. До сих пор не совсем понимаю почему и как, но тем не менее. Если брать чисто из этой тройки, то Омега будет безоговорочным победителем, на втором месте Кайнар, а на третьем Глазиатор. Но опять же, никого, ни к чему не призываю. Что будет дальше? Я пока в раздумьях, но у меня есть одна шикарная идея, не буду озвучивать ее вслух, но очень бы хотелось протестировать и померить прибором и другие бренды, особенно более известные. Пока все в процессе, посмотрим, что из этого получится. Ну а на сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, всем пока.